Внимание! Важная информация для жителей Донбасса. Послушай и передай другому. Они укрывались в блиндаже и открыли огонь по бойцам спецназа. Сейчас устанавливают личности убитых. Пример Дагестана не случайен. Дагестан после Персидского залива считается самым важным нефтяным регионом на Евроазиатском континенте. Дагестан – это Каспийская нефть. Миф о том, что Москва кормит Кавказ – такая же ложь Кремля, как и мифы о бандеровцах на Украине. В России существует как минимум 12 потенциальных очагов сепаратизма, которые жестоко подавляются Кремлем. В российских СМИ информация о спецоперациях на Кавказе подается как уничтожение бандитских формирований. Но освещая новости Украины, российские журналисты по известным причинам называют вооруженных людей в Славянске, Луганске и Донецке народным ополчением и мирными протестующими. И это понятно. Москва, неустанно блюдя хрупкую целостность своей империи, с особым цинизмом вмешивается во внутренние дела Украины. И в то время, когда украинский сепаратизм на Донбассе имеет по большей части искусственный характер, устремления к независимости регионов в самой России имеют под собой вполне реальные основания. Москва – это колониальная метрополия, которая собирает со своих колоний регионов все до копейки финансовые средства, возвращая обратно лишь малую долю. Отсюда миф о Москве, кормящей Кавказ. В Дагестане шутят – «хватит нас кормить, дайте уже запить». Все немалые деньги из этой республики уходят в федеральную казну, а назад возвращается ничтожная часть, ровно для поддержки штанов. Потенциально богатый регион, один из многих в России, прозябает на подачки Кремля, в то время как мог бы развиваться не хуже Эмиратов или Саудовской Аравии. Но все, кто в самой республике посмеет заикнуться о независимости от России, будут тут же зачищены московским спецназом. У силовиков была информация, что в доме могут скрываться члены Махачкалинской диверсионно-террористической группы. Ночью они предприняли две попытки прорыва через зацепление, но были уничтожены. А чего хотят люди, взявшие в руки оружие на востоке Украины? Являясь дотационным регионом, Донбасс не выживет в условиях независимости. Пожилые люди останутся без пенсий, а бюджетники без зарплат. Прикрываясь борьбой за права русскоязычного населения, Путин толкает обездоленных людей на братоубийственную войну ради куска железной дороги в Крым. Путину не нужна сильная и богатая Украина. Ему не нужен процветающий Донбасс, потому что если мы с вами, украинцы, русские и еще более 100 национальностей граждан Украины, будем иметь успешные и богатые регионы, Путин не сможет больше безнаказанно грабить Россию, имея в будущем под своим боком наглядный пример сильной и успешной Украины. Уважаемые донбассцы, взявшие в руки оружие! Нам, украинцам, на востоке и юге, в центре и на западе, так же, как и вам, не нравится нынешняя власть. Мы не в восторге от Турчинова и Тимошенко, Яценюка и Тягнебока, Тегибка и Порошенко, но перечисленные фамилии – это не Украина. Украина – это мы с вами. За нами будущее. Мы все живем в единой и неделимой стране, и давайте вместе строить ее будущее, не продаваясь за 30 сребряников путинским шавкам. А те, кто продался, как потом смогут смотреть в глаза собственным детям? Все, на ком нет тяжких преступлений, сдавайте оружие, получайте амнистию и возвращайтесь к своим семьям. Дорогие жители Донбасса, юга, центра и запада страны, Давайте вместе жить и строить наше будущее в составе нашей большой, красивой, успешной и единой Украины. Мира нам всем! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова